Это программа «Израиль за неделю». Каждую субботу я, Евгений Савай. Мои коллеги рассказываем вам о главных событиях минувших 7 дней в Израиле. Добрый вечер. Первая неделя нового 2017 года в Израиле была богатая на новости. Это и допросы премьер-министра Бениамина Нетаньягу о якобы подарках, которые он получил от влиятельных бизнесменов. Это и обвинительное заключение против арабского депутата Баселя Гатаса, пытавшегося пронести сотовые телефоны в тюрьму арабским заключенным. Это и судебное решение по делу 19-летнего солдата бригады Кфира Эльора Азарии. На первый взгляд кажется, что есть общего между этими новостными событиями. Ну какое отношение подарки премьер-министру могут иметь к контрабанде телефонов в тюрьму или к роковому выстрелу в Хевроне? Оказывается, могут. Все эти дела рассматриваются израильской юридической системой. То есть самой системой, задача которой обеспечить существование правового государства. Это когда перед законом все равны. Неважно, будь ты премьер-министр, депутат Кнессета или военнослужащий. И задача общества сделать так, чтобы эта система оставалась независимой, действовала строго по закону и не подвергалась бы нападкам со стороны недовольных ее решениям. Иначе в итоге это окажет влияние на всех, начиная от премьер-министра и заканчивая рядовым солдатом. А сегодня в нашей программе. Вина доказана. Суд над солдатом бригады Кфир Эль-Орам Азари разделил израильское общество. По фукве закона. С точки зрения общества это плохо выглядит. Ведь теперь любое решение премьер-министра будет рассматривать сквозь призму полицейского расследования. Какие права и полномочия есть у израильского премьер-министра, находящегося под следствием? Коррупция или политическое преследование? Пойдет ли Беняминит Аньягу по стопам экс-премьера Эхуда Ольмерта? Трагедия в столице. Это было страшное зрелище. То, что ты видишь, просто раздирает сердце. В Иерусалиме мать убила своих дочерей, а затем повесилась. Как предупредить подобные случаи в будущем? Израильский военнослужащий пехотной бригады Кфир, 19-летний Эль-Ор Азария, в среду военным судом страны был признан виновным в непредумышленном убийстве палестинского террориста. Это судебное разбирательство разделило Израиль на два лагеря. Суд отверг доводы защиты, согласно которым Азария действовал в рамках самообороны и не нашел никаких оправданий выстрелу в голову уже лежавшему на земле террористу, отметила в своем документе глава военного суда полковник Майя Геллер. Сразу после оглашения вердикта суда сотни демонстрантов, приехавших в Тель-Авив поддержать военнослужащего, попытались устроить массовые беспорядки. Полиции даже пришлось применить силу, а несколько человек были задержаны. В поддержку солдата выступили многие израильские политики. Они полагают, что Азария должен быть помилован. Сергей Ауслендер побывал в среду на заседании военного суда в Тель-Авиве. На улице проливной дождь под навесом, который военные предусмотрители установили для журналистов, прячутся корреспонденты, операторы, фотографы. Места всем не хватает. Парковка базы забита спутниковыми тарелками. Дело Эль-Ора Азарии вызвало в стране такой интерес и такие страсти, что ни одно уважающее себя медиа проигнорировать его просто не может. Такого количества прессы главная военная база Израиля, пожалуй, не видела за всю свою историю. Это и понятно. Настолько высок общественный интерес к этому делу. Сегодня в военном суде Тель-Авива решается судьба не отдельного солдата, а судьба всей военной морали. По каким принципам существовать и воевать израильской армией? В марте прошлого года два палестинца напали на армейский патруль в Хевронии и ранили одного из солдат. Ответным огнем один нападавший был убит, второй тяжело ранен. Когда к месту подъехал армейский амбуланс, один из членов экипажа Эльо Розария внезапно вскинул автомат и прицельным выстрелом в голову добил раненого террориста. Солдата задержали. Тогдашний министр обороны Маше Ялон заявил, что военнослужащий действовал без приказа, что он никакой не герой, а преступник. Военная прокуратура начала расследование. Дело дошло до суда, на котором солдата сначала обвинили в умышленном, потом в непредумышленном убийстве. Главной уликой стала видеозапись, сделанная левыми активистами. Азария несколько раз менял свои показания. Сначала говорил, что собирался отомстить арабу за раненых товарищей. Потом, что ему показалось, террорист шевелился и мог, по его мнению, привести в действие взрывное устройство. Такие случаи действительно бывали. Случай этот буквально расколол общество, которое разделилось на два лагеря. Одни считают военного преступником, добил безоружного и уже безопасного террориста. Другие полагают, что Азария – герой, возможно, спасший своих товарищей. По стране прокатилась серия манифестаций в поддержку солдата. В день суда такая демонстрация была особенно бурной, дошло до рукоприкладства и столкновений с полицией. Судьба Альёра Азарии и военной морали решалась вот в этом невзрачном здании, в военном суде Тель-Авива. На протяжении почти трех часов судья оглашала вердикт, который был однозначным – виновен. Почти сразу родственники Азарии устроили в здании потасовку. Представители защиты обескуражены. Вся их линия строилась на том, что солдат обезвредил террориста, но суд не внял этим доводом и даже заключению эксперта. Террорист умер не от выстрела в голову, который произвел Азария, а от полученных до этого ранений. Это очень суровый приговор, который отмел все доводы защиты. С самого начала суд складывался в пользу обвинения, хотя мы предоставили ему все необходимые доказательства. Это не самый лучший день для нас. Мы бы предпочли, чтобы такое никогда не случилось, и Азария не предстал бы перед судом. Но это произошло, и преступление было очень серьезным. Суд был необходим, и Азария был приговорен в соответствии с законом. Политики, которые высказывались сначала очень активно, ближе к концу процесса, стали в высказываниях весьма осторожны. Даже министр обороны Авикдор Либерман, вот кого нельзя обвинить в симпатиях к арабам, и тот сделал заявление в том духе, что ни общество, ни власть влиять на решение суда не могут. Это суровый вердикт. Самое главное, на что я хотел бы обратить внимание всех граждан, и тех, кому понравилось это решение, и тех, кому, как и мне, оно понравилось меньше. Мы все обязаны уважать решение суда. Мы также обязаны проявлять сдержанность. Несмотря на такой суровый вердикт, армия окажет помощь солдату и его семье. Что же произошло на Хевронской улочке? Что заставило солдата нажать на курок? Сейчас ломают головы и психологи, и криминалисты. Эксперты рассуждают, был ли действительно террорист опасен, и нужно ли было его добивать. И мнения здесь совсем неоднозначны, и далеко не всегда в пользу солдата. Марк Бабот, полковник генштаба, уверен, Назария нарушил все мыслимые инструкции, и он действительно виновен. Даже если бы его командир роты приказал бы ему застрелить террориста, то ему было бы это запрещено делать. Не просто нельзя, а просто запрещено. И если бы он это сделал, все равно бы его отдали под суд. Эль Ор Азария признан виновным в непредумышленном убийстве. Максимальный срок наказания – 20 лет тюрьмы. Сколько реально получит обвиняемый, решит все тот же суд. Но на всякий случай к судьям и прокурорам уже приставили охрану. Настолько накалились страсти в израильском обществе. Сергей Услендер специально для «Израиль за неделю». Артевиай. А со мной в студии публицист Владимир Бейдер и общественный деятель Владимир Беляк. Добрый вечер, господа. Добрый вечер. Неоднозначное решение о суда. Только что мы видели сюжет. Страна, по-вашему, действительно разделилась, раскололась, если так можно сказать. Знаете, Женя, мне это напоминает вот ту фразу, которую я в свое время часто использовал в той стране в те времена. Фраза такая – нет такой ситуации, с которой нельзя было бы не выйти с позором. Вот эта вся ситуация искусственно создана для того, чтобы получить позор по всем статьям. Вот скажите мне, было ли бы какое-нибудь дело, был бы какой-нибудь шум, если бы этот случайно оказавшийся на месте теракта араб-активист Бетселема не выдал ролик в эфир. То есть, если бы не было видео, тогда бы шума не было. Вы согласны, Владимир, с такой оценкой? Я думаю, что армия обороны Израиля это не какая-то незаконная вооруженная группировка, где люди получают оружие и начинают беспорядочно стрелять направо и налево. То есть, даже если бы не было видео, армия бы все равно бы судила Если можно, Женя, я закончу мысль. Нет, вы просто задали вопрос, поэтому я думал, перенаправьте его. Вопрос я задавал вам, но не важно. Я считаю, что не было бы такого дела. Это мое мнение личное. Не было бы, если бы не было видео. Появилось к нашему неудовольствию это видео, до сих пор неизвестно, как он там оказался, кстати, это предмет расследования, надеюсь, что оно проведено. Появилось после этого, в этот же день, через несколько часов, выступает министр обороны, и премьер-министр мы уже забыли. И премьер-министр... Который изменил свое... Потом, да, потому что он более опытный политик, он на следующий день понял, как взбудоражено общество, он взял свои слова назад, а неопытный политик Яолон не взял свои слова назад, и он до сих пор стоит на своем. Нет, секундочку, тут я должен вмешаться. Говорят, что именно дело Элё Розари стоило кресло министра обороны, потому что его популярность резко пошла вниз, и не Танягу было удобно сменить его на Элё Рибермана. Вы согласны, кстати, с такой оценкой? Я согласен, там были дополнительные причины, но тем не менее, конечно, конечно, он себя похоронил, вернее, солдат, недисциплинированный солдат, как говорит суд, снял министра обороны. Уже хорошо. Второй момент, организация Бецелем, над которой мы, в общем, издеваемся, и мы знаем, что она такое, она приводит сейчас к вселенскому шуму, к расколу общества Израиля, и, возможно, падению правительства, если солдат пойдет в тюрьму, это вполне вероятный вариант. Послушайте, у меня нет представителя Бецелема, мне сложно сейчас обсуждать эту организацию, я хочу вернуться к кадрам. Вы, Владимир Белек, согласны с тем, как говорит Владимир Бейдер, что солдат победил фактически министра обороны в этой истории? Я думаю, что в армии есть правила, законы, есть устав. А если в армии есть, скажем, солдат дезертир, и он убегает из части, его ждет суд, в данном случае военная прокуратура полагала, что есть основания для подачи обвинительного заключения. Я уверен, что суд принял абсолютно объективное решение на основании тех свидетельств и доказательств, которые были у судов. У меня нет никаких оснований сомневаться в честности и порядочности судей. Абсолютно понятно, что Ильо Розария здесь, он жертва обстоятельств. То есть, эта вся история абсолютно потеряла все пропорции за эти 10 месяцев. Ну, вы наверняка скажете, что еще виноваты политики, которые попытались заработать очки на этом деле. Они приезжают с одной стороны, я говорю про правых политиков, приезжают с одной стороны, поддерживают солдат, а с другой стороны, говорят, надо принимать решение суда. Я вообще полагаю, что самый большой вред Ильо Розарио принесли его адвокаты и те политики справа, которые его якобы поддерживали. Почему адвокаты? Потому что меняли версии? На мой взгляд, была выбрана неправильная тактика защиты, и, собственно, обвинительное заключение это показало. Я хочу сказать одну вещь. Вчера скончался Хагай Бен-Ари, который был тяжело ранен два с половиной года назад во время операции Цукай-Тан. 31 год, отец, отрек детей, герой, настоящий, невыдуманный герой. А вы знаете, сколько сегодняшних утренних газет посвятили этому, его кончине, какое-то упоминание на первой странице? Но мы превратились в страну Ильо Розарио. Это, на мой взгляд, это очень грустно. А как выйти, на ваш взгляд, из этого позора? Вот есть должен же быть какой-то выход из этой ситуации, чтобы и овцы были целы, и волки сыты? Мне очень странно. Выглядит так, как будто бы в армии нет сценария на такие ситуации. Я уверен, что они есть. Но вмешательство, опять же, министра обороны сломало эту ситуацию. Сломало эту ситуацию. Мы не должны были это обсуждать. Это дело, это дело армии. Армия должна была разобраться с солдатом, нарушившим то ли правила ведения огня, то ли приказ, что угодно. Они должны были разобраться и объявить нам свое решение. Все. Но в военном суде? В военном суде? Пожалуйста. Пожалуйста. И мы бы узнали решение военного суда. Получилось, что общество сейчас решает прав парень или не прав. Мы сейчас обвиняем адвокатов, которые должны были как-то защитить парня. Нет, нет. Суд не верит. Обвиняют адвокатов в том, что они выбрали, как сказала судья Майя Геллер, они сказали, выбрали попытку держаться за оба конца. То есть, с одной стороны, они говорят, и это мы слышали в сюжете, что он боялся, что якобы на нем пояс смертника, с другой стороны, он стрелял уже в мертвого террориста. То есть, ребят, определитесь, либо он был мертв, либо он был жив и он боялся. Если бы Элло Розария держался этой линией, опять же, я не юрист, и вы тоже не юристы, держался линией, что я боялся, я боялся, я боялся, возможно, может быть, исход был бы другой. На самом деле, юридический вопрос, который стоял перед судьями, он очень простой. Исходила ли опасность от раненого террориста Не только, но и мотив поведения солдата. Нет, не мотив поведения. Если он сказал фразу «Каждый террорист должен быть мертв, то это не означает, что он пойдет убьет». Верно? Женя, давайте не углубляться в юридические тонкости, в которых мы ничего не соображаем. Мы с вами, по крайней мере, и, наверное, Володя тоже, соображают в том, как формируется общественное мнение. Да, да и общественность не прочитает. Если бы не было с самого начала вмешательства политиков, если бы все это пошло по нормальным механизмам внутриармейским и нам объявили о результатах, ничего бы этого не было. Сегодня что произошло? Сейчас мы подняли эту организацию Бецелем, которая получит очень много денег за это и навсегда налегитимизирована. Володь, как выходить из этого? Оставьте Бецелем в покое, потому что я не могу реагировать на Бецелем. Что нужно делать сегодня, чтобы... Нужны четкие армейские инструкции и выполнение этих инструкций. Точно так же, как нарушил, возможно, солдат армейские инструкции по открытию огня, нарушили вся головка Министерства оборудования. То есть вместе с солдатом наказание должен понести его командир роты, который дал против него показания и имя которого боятся сейчас публиковать, потому что понимают, что может произойти, не дай бог. Нет, нет, я беру выше. И командир батальона, и командир округа, кто? Я беру выше. Что, начальник генштаба? Политики, политики не имеют права вмешиваться во внутриармейские дела. Вот и все. А вы как считаете, как можно выйти из этой ситуации сегодня? Мы слышим, что прокуратура, военная прокуратура не будет требовать большого наказания. Говорят, два, может быть, три года из них наверняка снимут восемь месяцев, которые находятся под открытым, что называется, арестом. То есть, возможно, он не будет сидеть, может быть, несколько месяцев, но не 20 лет, понятно, да? Во-первых, Израиль это очень сложная страна, которая раздирается массой внутренних противоречий. Но есть вещи, которые нас объединяют. Одна из этих вещей это армия, которая является консенсусом. И я думаю, что на первом этапе очень важно прекратить эту кампанию по очернению военного суда и по кампанию против начальника генштаба и так далее. То есть, продолжать аресты тех, кто подстрекает. Мы видели на этой неделе, были аресты некоторых людей. Но армия должна быть нашим консенсусом той базой, которая нас объединяет. Это один момент. Что касается всей этой ситуации, я думаю, что надо дождаться решения суда по наказанию, каким-то образом успокоить эту ситуацию и, я думаю, там уже наше руководство найдет способ выхода. Нет, так мы задаемся этим вопросом. Какой способ? Если речь идет сегодня о всей этой кампании по помилованию, то есть, это немножко забавные вещи. Политики пишут письма в фейсбуке сами себе. Ситуация очень простая по помилованию. Если будет апелляция, то все полномочия переходят к начальнику генштаба. Естественно, у обвиняемого из его семьи... То есть, начальник генштаба может отменить решение военного суда и помиловать? Это не президент. Женя, мы сейчас вообще не о том говорим. Речь идет не о судьбе солдата, которая как-нибудь решится, уверяю вас. Мы сейчас говорим о том, что мы опозорились по всем статьям в этой ситуации. Но отмываться можно? Нужно как-то отмываться? Отмываться на будущее уже. Так а как? Надо сделать выводы из этого эпизода. То есть, понятно, правила открытия огня, подчинение приказу и так далее. Да, да, и разбирательство нештабных ситуаций. А с конкретным солдатом? Сэр Рамазарь, что делать с конкретным солдатом? Вот что бы вы посоветовали сегодня? Получает он два года тюрьмы, и вот вы, Владимир Бейдер, начальник генштаба, вы его помилуете? Началось, уже все началось без нашего вмешательства. Уже солдаты-резервисты, я вам скажу, записывают на мобильный телефон приказы перед тем, каким дают задание, чтобы потом их не подставили. Это страшная на самом деле ситуация. Вот с этим надо бороться. Судьбой Азарь как-нибудь решится. Как-нибудь решится, никто мальчика не бросит. А в армии серьезные проблемы. Будем надеяться, что эти проблемы решатся. И не хотелось бы, как сказал Владимир Бейдер, чтобы солдаты записывали приказы своих командиров. К хорошему это точно не приведет. Владимир Бейдер, публицист, Владимир Бейлик, общественный активист. Большое вам спасибо за участие в программе. Смотрите далее в нашей программе. По букве закона. С точки зрения общества это плохо выглядит. Ведь теперь любое решение премьер-министра будут рассматривать сквозь призму полицейского расследования. Какие права и полномочия есть у израильского премьер-министра, находящегося под следствием? Коррупция или политическое преследование? Пойдет ли Бенямини Таньягу по стопам экс-премьера Эхуда Ольмерта? Трагедия в столице. Это было страшное зрелище. То, что ты видишь, просто раздирает сердце. В Иерусалиме мать убила своих дочерей, а затем повесилась. Как предупредить подобные случаи в будущем? Вы смотрите Израиль за неделю. Сотрудники специального отдела полиции ЛАВ-433 провели на минувшей неделе допрос премьер-министра страны Бенямина Таньягу. На данном этапе речь идет о полицейской проверке. При этом Таньягу сообщили, что любая информация, переданная им в ходе допроса, может быть использована против него в суде. Полиция не сообщает подробностей. Известно только, что первый допрос длился по меньшей мере три часа, и главе правительства были представлены некоторые факты, связанные с якобы подарками, которые он получал от влиятельных бизнесменов. Согласно заявлению юридического советника правительства Вихая Мандельблиттер в распространенном после завершения допроса Нитаньягу ответил на вопрос исследователей касательно получения им подарков, не задекларированных в соответствии с законом. Отмечается также, что доследственная проверка подозрений в отношении Нитаньягу началась около трех месяцев назад, но в течение последнего месяца полиции была собрана информация, подкрепляющая обоснованность подозрений. Может ли премьер-министр страны продолжать выполнять свои обязанности, несмотря на расследование? С этим вопросом я хочу обратиться к адвокату Шани Браун из движения «За чистоту власти». Шани, добрый вечер. Добрый вечер, Евгений. Шани, на прошлой неделе премьер-министр дважды был допрошен полицией. Скажите, насколько вообще нормальной можно назвать ситуацию, при которой премьер-министр каждый раз должен думать о допросах, при этом общество хочет знать, что там было. Ваш комментарий по этому поводу? Уже то, что премьер-министр допрашивается следователями полиции в связи с некоторыми подозрениями в коррупции, о которых мы, кстати, даже не знаем, не считается нормальной ситуацией в демократическом государстве. Эти расследования могут оказать на него влияние, на его работоспособность во главе правительства. В свое время как раз об этих опасениях говорил сам Нитаниягу, будучи главой оппозиции. Наконец, это наносит ущерб доверию к власти со стороны общества. С другой стороны, мы считаем, что на данном этапе рано делать выводы и тем более призывать премьер-министра уйти в отставку. Нужно набраться терпения и дать правоохранительным органам сделать свою работу и только по ее итогам принимать какие-либо решения. А с точки зрения закона, какие возможности сегодня есть вообще у Бениамина Нитаниягу? Что он может делать и чего ему, например, делать нельзя? Во-первых, основной закон о правительстве, который должен регулировать подобные случаи, не дает однозначного ответа. Неясно, кто имеет право объявить премьер-министра недееспособным, кнест или правительство. Возможно, это личное решение самого премьер-министра. Если следовать букве закона, то премьер-министр может оставаться на своем месте вплоть до решения суда. И только в случае обменительного приговора кнест может лишить его премьерского статуса. А это означает, что с премьер-министром в отставку уходит все правительство и объявляются досрочные выборы. В свое время Утольмерт принял решение самостоятельно уйти, хотя закон не обязывал его поступать таким образом. А другие случаи пока не рассматривались Верховным судом. То есть не было подобных прецедентов. Ну, Шани, вот вы сами упомянули Утольмерта, а ведь мы помним, что Эхуд Ольмерт в итоге ушел в отставку из-за громких дел и по этим делам как раз был оправдан Верховным судом. Неужели общество, мы хотим повторения прецедента с историей премьер-министра Эхуда Ольмерта? Вы совершенно правы, в этом и заключается главная проблема. Должен ли премьер-министр в случае расследования уходить в отставку? Мы полагаем, что правильнее объявить о временном прекращении выполнения обязанностей. Это дает возможность в случае оправдательного приговора вернуть на должность главы правительства без необходимости проведения новых выборов. Я полагаю, что этот вопрос рано или поздно дойдет до Верховного суда, и именно судьи должны будут дать свою оценку сложившейся ситуации. Шани, некоторые политики сейчас пытаются провести закон, который освободит действующего премьер-министра от подобных расследований, например, как это есть во Франции, в России. Никто даже не представляет вообще, что можно проводить расследование против действующего главы государства. Почему нельзя такой закон провести у нас в Израиле? С моей точки зрения это нереальный закон. Да, в одной демократической стране Франции такой закон действительно есть, но в других западных странах, где демократии не меньше, это исключено. Тем более не забывайте, что в Израиле нет закона, который ограничивает количество каденций на посту премьер-министра. Представьте, что премьер-министр находится у власти 20 лет, и как потом разбирать те или иные подозрения против него. Это какая-то чушь, мы, естественно, выступаем против подобного закона. Да, но это странная ситуация, но согласитесь, странно и то, что полгода против премьер-министра проводятся какие-то проверки, а общество ничего не знает, юридический советник правительства молчит, и он сам, наверное, решает, будет ли это расследование, будет ли это проверка. Это тоже странная ситуация, правда? Да, это ненормальная ситуация. Я считаю, что юридический советник правительства должен вести себя иначе. Ненормально, когда общество не знает о полицейских проверках, проведенных в деле премьер-министра еще в 2011 году, и только сейчас об этом говорят в открытую. Можно спросить, почему такая проверка занимает столько времени? Ведь мы говорим о премьер-министре, человеке, который каждый день принимает судьбоносные решения, от его действия зависит судьба страны и всего общества. Но тем не менее премьер-министр остается у власти и на ваш взгляд все его решения, которые сегодня он будет принимать, наверняка будут рассматриваться сквозь призму вот этих проверок или расследований? С точки зрения общества это плохо выглядит, ведь теперь любое решение премьер-министра будет рассматривать сквозь призму полицейского расследования. Но, как я уже сказала в начале, я не считаю, что премьер-министра нужно отправить немедленно в отставку. Нужно закончить проверку ведь стабильность политической системы тоже важный фактор. И это важно для всей страны. Адвокат Шани Браун, организация «За чистоту власти», большое спасибо за ваш комментарий. Спасибо, Евгений. Неясно, поддерживает ли такой закон нынешний глава правительства. Впрочем, даже если он будет принят, то не распространится на самого Нитаньягу. Со мной в студии Зев Гейзель, в прошлом советник премьер-министра Нитаньягу, в его первую каденцию и экс-депутат Кнессета от партии Кадима Роберт Ивяев, бывший лидер которой Худольмирт сегодня отбывает тюремный срок за коррупционные нарушения. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Мы только что слышали Шани Убра, он из организации «За чистоту власти», которая говорит, мы против закона, который предоставит полный иммунитет действующему главе государства. Вы считаете, что такой закон нужен в Израиле, как во Франции и в России? Я думаю, полный, конечно, нет, но частичный нужно. Что такое частично? Прежде всего, надо дать премьер-министру возможность работать. Мы являемся свидетелями того, что практически на каждого премьер-министра заводятся уголовные дела. Это в нашем обществе появилась определенная уже норма. Но если следственный материал, он не очень тяжелый, то надо оставить его, а потом надо дать выбранному премьер-министру возможность доработать. Да, но у нас нет ограничений сроков премьер-министра. То, что есть в Америке, во Франции, даже в России это существует. Вы как относитесь к такому возможному закону? Я, пожалуй, соглашусь с Робертом. У нас было слишком много случаев. Начните с нынешнего президента Руви Риврина, который, если помните, ушел с должности Министра связи, если я правильно помню, из-за обвинения, которые потом оказались беспочвенными, совсем беспочвенными. Я хочу это уточнить. Человек должен был уйти. Теоретически, можно, недавно умер Яков Найман, он был министром финансов и министром юстиции. Он ушел с поторгами министра юстиции, опять-таки, из-за обвинений. Рафуль, захоронен в РАХА. Да, бывший начальник генштаба. Который не возник сделал, а человек хотел быть министром вороны, и министром внутренней безопасности. Из-за обвинения. Потом они развеялись. Безусловно, ситуация сложилась нездоровая. Я терпеть не могу теории конспирации. По отношению к Нитаньягу, впечатление такое, что есть люди, которые ждут того момента, что он сказал, что больше не могу, я занимаюсь своими личными юридическими делами и ухожу. Послушайте, ну они ждут, но Нитаньягу раз за разом побеждает на выборах. Четыре раза уже побеждал. Вы работали с Нитаньягу в 96-м, в 99-м годах. Вы были его советник. Тогда, в первую каденцию, он тоже считал, что его преследуют, его пытаются свалить, причем всеми способами. Я так считал и считаю. Вы, может быть, уже забыли, что было тогда, но тогда были, во-первых, тоже были какие-то обвинения, которые оставили в конце в воздухе. Были мерзкие вещи. Тоже с подарками, кстати, да? Было и дело с подарками, там Цепу или Цепор. Извините, что я тут пришел на вид глупости. Вы уже забыли, как его, например, обвиняла газета идиота Хронот, что он забыл совершенно своей дочери от первого брака и так далее. Пытались с ними ввязать в личную жизнь и так далее. Это еще хуже. И иногда люди на это реагируют еще болезненнее. Все, что было с Нитаньягу в первой каденции развеялось. Так что... Сегодня Нитаньягу продолжает эту линию, он атакует прессу, он атакует прокуратуру, он атакует полицию и тем не менее разоразно подпишет на выбор. Друзья, с вашего позволения, если мы уже говорим про то, что средства массовой информации преследуют Нитаньягу, то с таким же успехом можно сказать, что средства массовой информации преследовали Иуда Ольмирта. Я просто взял несколько заголовок, у меня просто не хватило. Это было то же самое практически. И Ольмирт, в принципе, говорил, что его преследуют. Это говорит именно о том, что практически каждого премьер-министра у нас преследует судебная система. Так о чем это говорит? Что хорошая система или нет? У нас есть проблема с судебной системой. Прежде всего, если уже говорить об адвокатской системе, мы на первом месте в мире по количеству адвокатов на душу населения. То есть, если взять на 100 тысяч, это официальная статистика. То есть, вы хотите сказать, всем нужно работать и всем нужно чем-то заниматься. Но как это имеет отношение к премьер-министру? Премьер-министр один же у нас? Давайте, прежде всего, разберемся, откуда растут ноги. На 100 тысяч в Израиле 585 адвокатов. Если взять Шотландию, то там 5. На 100 тысяч. Вы понимаете разницу? Теперь, если уже брать о количестве... Ну, это футболистов. Послушайте, там в Шотландии, пример, если что-то произойдет подобное, он сам уйдет. Дорогие друзья, если брать с другой стороны по количеству судей, то на 100 тысяч у нас всего 8. То есть, мы на последнем месте. То есть, с одной стороны, адвокатская система подогревает все эти следственные дела, а с другой стороны судебная система не может справиться с этим потоком, с громадным потоком. То есть, здесь у нас определенная, достаточно серьезная проблема. Проблема именно в судебной системе. А почему вы смеетесь? Это не серьезный довод? Ну, потому что, кстати, немножко странно представить себя, что адвокаты, те, кто возбуждают дела. Нет, они не возбуждают. Я понимаю, что вы хотите сказать. Они подпитывают систему, вы хотите сказать. Совершенно верно. Они пытаются, чем подпитывают. Но, видите ли, пример с Ольмартовым в данном случае, я прошу изменить, это бывший лидер вашей тогдашней партии, но он не совсем конкретный. Это тот, кто больше всех требовал ухода Ольмартова в Ставку. Это Бениамин Натаньягу? Нет, это был Эгут Барак, его ближайший союзник. Дорогие друзья, у меня цитата. То есть не солдаты-резервисты после Второй Ливанской войны, которых поддерживал Натаньягу, а министр обороны в правительстве Натаньягу. Я не поручу задать, что примерно в мае 2008 года Барак тогда сменил мероприятие на посту министра обороны и лидерной партии ВОДА. Это был ближайший союзник. И Барак поставил ультиматум. Ольмартов не может оставаться главой правительства. Были тогда переговоры. Это были политические консистенции, это была борьба за власть. Вы знаете, я вам открою один секрет. В 2008 году, когда Ольмартов ушел временно, мы тогда, молодые политические журналисты, все знали, что Натаньягу и Барак уже договорились пойти на должные выборы. Это было закрыто между Бараком и Натаньягу. Это не было связано с чистотой власти, то, о чем мы здесь говорим уже 10 минут. Я не говорю про чистоту власти. Я говорю про то, что ситуация, которая существовала вокруг Ольмартов, общественная ситуация, она была принципиально другая. То, что его, извините, но я не перебивал, все-таки я старшего, осталось 3 года. Так вот, ситуация, которая была вокруг Ольмарта, и по тяжести подозрений, и по эффекту второй, после Второй Ливанской войны, в-третьих, после прецедента Шарона. То есть она заслуживала его ухода, вы хотите сказать. Я не говорю сейчас, я не судья, чтобы сказать, ты должен уходить или не должен, нет. И они его советником были. Да, но по делу, из-за которого он ушел с поста, в итоге он был оправдан. Вот, 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 в чем загвоздка. Это не совсем оправдан. Мы понимаем, адвокаты решили, не, адвокаты не решили решать все-таки суд. И я согласен, что у нас мало судей, полностью согласен. В результате прокуратура решила, что тут есть такая жирная птичка в руках, что гонятся там в небе за чем-то другим, иногда это у них работает, иногда это у них не сработало. Простите, да поймите, вы просто судебная система борется за выживание, за свою власть, за большой кусок своей власти. А это уже теория конспирации, Роберт. Это не конспирация, это реально, это реалии. Когда вы говорите, система борется, у нас у нас есть конкретные люди. Что значит система борется? Есть конкретные люди, я не знаю, прокурор, юридический советник, кто борется? Вся юридическая система. То есть мы говорим про три столпа, на которых держится наше государство. Это законодательная, исполнительная и юридическая. То есть тот момент, когда исполнительная власть, она слабая, законодательная, не очень сильная, юридическая власть захватывает как можно больше и больше. Это именно то, что происходит на сегодняшний день. И для того, чтобы систему эту подогревать, им нужны эти громкие дела. Они их будут искать и будут продолжать их искать. Это то, что происходит. Мне кажется, это классическая теория конспирации. Так как вы говорите, мы знаем, что если бы был конкретный судья, которого можно было обвинять в том, что он пытается упрочить свою власть посредством того, что он ведет дело против премьер-министра, тогда можно было бы говорить о конкретном человеке. А так это, знаете, слова. Он подпитывает сама себя. И я абсолютно уверен, что надо ограничить срок премьер-министра. И тогда это положит, в принципе... Срок и количество каденций? Количество каденций. Вы тоже согласны? Не, не срок, количество каденций. Две каденции достаточно. Но они же не полные иногда. Два года считать каденцией или нет? Две каденции. И надо дать, я уже сказал об этом, надо дать премьер-министру избранному возможность работать. Надо дать полностью освободить его от многих проблем. Давайте, господи, у нас остается мало времени. Я хочу понять, в сложившейся ситуации вы не видите никакой проблемы? Нет, он может продолжать исполнять обязанности премьер-министра, несмотря на то, что только на минувшей неделе к нему дважды уже приезжали следователи и, возможно, еще приедут уже в ближайшее время? Он, безусловно, обязан продолжать работать. Не только потому, что нужно просто понимать разницу между обвинением, подозрением и так далее. В конце концов, давайте, о чем идет речь? Нет, нет о коррупции, нет о взятках. То есть, может? Окей, может. Безусловно, нет о взятках, в конце концов, о подарках. Вам может это понравиться или не понравиться. Мы можем вспомнить историю, как Лея Рабин, что она Да, имела валютный счет в США. Нет, нет, подарки меняла в юридических магазинах и так далее. Если Зеев говорит, что обязан, я думаю, что может, но все это зависит от его личного морального кодекса. То есть, как он воспринимает. Если к Ольмарту у него были претензии, и он заявлял, что он не имеет права, не имеет морального кодекса продолжать как премьер-министр, то здесь Натаньяу должен решить. Я, в принципе, думаю, что обвинения к Натаньяу, они недостаточно сильные. И, в принципе, прокуратура здесь немножко переборщила. Господа, большое вам спасибо за ваш комментарий. Роберт Тивяев, экзепутат Кнеста Аткадимы и за Евгезию, в прошлом советник Бениамин Анитангу. Большое спасибо. Спасибо вам. Смотрите далее в нашей программе. Трагедия в столице. Это было страшное зрелище. То, что ты видишь, просто раздирает сердце. В Иерусалиме мать убила своих дочерей, а затем повесилась. Как предупредить подобные случаи в будущем? Вы смотрите «Израиль за неделю». Страшной трагедией в Иерусалиме начался новый 2017 год. В воскресенье, 1 января, стало известно, что репатриантка из Франции, страдавшая, по всей видимости, психическим заболеванием, убила своих четырех дочерей, а затем сама покончила с жизнью. Подробности этой трагедии в нашем видеоматериале. В первый день нового 2017 года в Иерусалиме произошла трагедия. В 16.50 по местному времени в службу пожарной охраны города поступил звонок. Звонившие сообщили, что из окон квартиры на пятом этаже по улице Дерехеврон выбиваются клубы дыма. При этом на балконе горящей квартиры находится тело повешенной женщины. На место были вызваны пожарные расчеты и сотрудники скорой помощи. Взломав дверь, пожарные фельдшеры увидели жуткую картину. Четверо малолетних детей находились без каких-либо признаков жизни. Это было страшное зрелище. Я уже несколько лет участвую в работе с ЗАКа, и мне пришлось повидать всякое. Но такого кошмара не было. То, что ты видишь, просто раздирает сердце. В первых сообщениях с места трагедии говорилось о пожаре, в результате которого погибли дети. Такую версию озвучили сотрудники пожарной охраны, пытавшиеся спасти людей. Когда мы ворвались в комнату, нам навстречу вырвалось большое облако дыма. Высокая температура и густой дым не оставили им надежды выжить. Однако уже быстро следователям стало ясно, что причина смерти детей отнюдь не пожар, а убийство. То того, как мать свела счеты со своей жизнью, она лишила жизни их своих дочерей. Дверь в детскую комнату была закрыта. Следователям оставалось только понять, убила ли она их до того, как подожгла квартиру, либо дети сгорели заживо. В понедельник за несколько часов до похорон на кладбище Гевад Шауль в Иерусалиме патологоанатомы сообщили, две старшие девочки 11 и 9 лет были задушены собственной матерью. Тела их сестер 4 лет и 11 месяцев не были отправлены на вскрытие. Однако в полиции полагают, что младших девочек постигла такая же трагическая участь. Уже известно, что мать семейства новых репатриантов из Франции, страдавшая тяжелой депрессией, обращалась за помощью к социальным работникам. В ходе бесед с ней стало понятно, что женщина страдает суцеидальными настроениями. Она была отправлена на прием к врачу-психиатру, а затем стала получать медикаментозное лечение тяжелой депрессии. Сейчас все в один голос. Супруг, близкие родственники и соседи продолжают утверждать, что не замечали никаких странных изменений в поведении женщины. Я знала главу семьи, но мы почти не общались. Так, обменивались приветствиями при встрече. Саму женщину я тоже видела несколько раз. Очень красивая и эффектная женщина. Три года назад я с ними общалась. Тогда эта семья захотела продать свою квартиру. Я отправила к ним своих друзей, но цена на квартиру была запредельной. Так этот пентхаус и остался непроданным. Отец семейства после тяжелого случая находится под постоянным присмотром родственников и социальных служб. Тем временем сообщается, что подобные трагедии, когда мать или отец убивают своих детей, увы, не редкость в Израиле, только за минувшие 8 лет от рук собственных родителей погибли более 60 израильских детей. Этот случай стал поводом для израильских СМИ вспомнить, сколько детей погибли от рук своих родителей в последние годы. Согласно сухой статистике, как было сказано в сюжете, только за минувшие 8 лет жертвами действий родителей стали более 60 детей. Как остановить следующую трагедию, об этом мы говорим с моими гостями в студии. Марина Концевая, член Горсовета Иерусалима и судебный психиатр доктор Илья Резник. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Вообще, можно что-то говорить после таких тяжелых кадров, когда мать убивает своих четверых детей, потом сама сводит счеты с жизнью, и много, кстати, говорилось, что... И поджигает дом. И поджигает дом. И много говорилось о том, что якобы у нее были проблемы, у этой женщины. И кто-то даже скажет, что она обращалась. Расскажите нам историю этой семьи, Марина. Ну, я, во-первых, я хочу сказать, что я буквально была на днях, на шиве, то есть на поминках по этой трагедии. Да, все дни траура, как принято в Израиле. Да, дни траура, да. Я была там и говорила с мужем, оставшимся в живых. В состоянии вообще разговаривать? Он говорит, и он рассказал очень много вещей, важных для нас, которые мы постараемся обязательно учесть. Он говорил о том, что она, да, действительно пыталась получить помощь, психиатрическую помощь, она ходила на такие встречи. Это встречи групповые. И на этих групповых встречах, как она рассказывала потом своему мужу, она во время перерывов, перекуров, так сказать, они там выходили курить, это в этой группе люди, которые пытались покончить с собой, люди, у которых были какие-то разного вида депрессии, в том числе у нее была депрессия, которая продолжала в течение довольно долгого времени. Частично это была депрессия после родов. Это не бедная семья, учитывая, это их квартира. Это нормативная, во всех отношениях семья. То есть у них не было проблем с выживанием? Не было такого, и он, этот муж ее как раз говорил о том, что я пытался успокаивать детей, дети жаловали все время, мама ведет себя неадекватно, ну, по-разному они пытались это объяснить. Девочки 10-11-4 лет, и младенец девочкой 11 месяцев. И он пытался, он все время верил, он говорил, я ее очень любил, и я не верил, что она может что-то такое сделать. Представить себе, что трагедия вырастет до таких размеров, это было невозможно. Илья, вот представим ситуацию, у вас наверняка тоже есть свое мнение по поводу этой трагедии. Вдруг приходит к вам пациент, вот отец, и говорит, у меня жена так себя ведет, и девочки жалуются. Что можно сделать с точки зрения медицины в такой ситуации? Во-первых, начнем с того, что она не жаловалась, и отец не жаловался, и девочки не жаловались. Это самое страшное, наверное, да? Да, да. Никто не мог никак не заподозрить, никак нельзя было понять, никакими методами клинического обследования, которыми мы занимаемся с такого рода пациентами, никак это нельзя было вычислить. Не было никаких факторов, которые являются превозвестниками такого рода тяжелейших поступков. Мы должны признать, что в современной психиатрии и психологии возможность оценки риска совершения тяжелых противоправных действий очень низкая. Мы плохие в наших оценках, мы не всегда умеем правильно оценить риск, в основном мы не умеем правильно оценить риск, мы должны правильно понимать это и понимать, что мы не должны заниматься теми оценками, которых, может быть, от нас ожидает общество. Но способность наша отследить риск, особенно у такого рода нормативного населения, низкая, что, в общем-то, прямую заставляет население быть ответственным за свою собственную безопасность. Знаете, я когда-то помню, говорили, что если человек решил свести счеты с жизнью, то ничего ему не поможет, он рано или поздно это сделает. И это, наверное, все-таки с точки зрения вас, вы как психиатр подтверждаете это. И еще один момент, вот, по-моему, в Южной Корее проводили такой эксперимент, когда люди, которые хотели покончить с собой, их клали на несколько дней в гробы. Даже есть такие, знаете, целые залы, где десятки, сотни гробов, и люди просто лежат в гробу и пытаются осмыслить вообще смысл жизни. Может быть, Израилю стоит присмотреться к таким, к иностранному опыту такому? Я не за такие методы, я не уверена. Говорят, кстати, очень полезная вещь для Южной Кореи, так определялись. Я всячески за. Я считаю, что для тех случаев, когда человек выражает суицидальные мысли и говорит о том, что я не хочу жить этой жизнью, и я буду искать варианты выйти из нее, из этой жизни ему надо дать попробовать немножко подойти ближе к загробному миру и почувствовать чуть-чуть на вкус, каков он этот загробный мир, хотя бы начать знакомство с гробом. Это очень хорошая мысль. Прекрасная психотерапевтическая техника. Может быть, какое-то количество людей раздумает, но у нас этих людей мало, кто открыто заявляет, кто слышится, что я хочу сделать, и ничего у меня не остановит. Обычно мы про это узнаем ретроспективно. Мы понимаем, что человек был близок к этому, он ни с кем не делился своими планами, никак из того случая, который мы сегодня обсуждаем, нельзя было решить, что женщина задумала не просто самоубийство, Да, вот это самое страшное. Хочешь повеситься, иди повешайся. Зачем у детей убивать? Это самое, не укладывается в голове. Поэтому то, что произошло, это, в общем-то, только самоубийство. Самоубийство расширенное. Самоубийство, к которому предшествовал убийство всех своих детей. И вот я собрал перед нашей встречей статистику, убийства детей очень частые. Убийства детей... В Израиле вообще? Вообще. Вообще в мире. Есть ли это страны, которые лидируют по этому показателю, например? Развивающиеся страны, они лидируют. Статистика там в основном недостоверная. Потому что большую часть информации, она неверная. Очень много детей рождается, и куда-то исчезает на каком-то этапе. Они рассасываются, отдают приемные семьи, забывают, где они были. Эти детей никто не находит. В Бразилии, в Китае, в Корее и так далее. Во многих странах такое есть. То есть страны третьего мира, получается. Я не знаю, можно ли называть их третьим миром. Я просто хочу сказать, что это... Это неблагополучные страны, там, Скандинавия, Швейсария и так далее. Я могу сказать, что эта семья приехала из Франции. Это новые репатрианты. Они 13 лет уже в Иерусалиме. А рельефиризм была семья? Они мусоратим, то, что называется. То есть поддерживают традиции. Да, они поддерживали традиции. И мы сейчас, я не знаю, насколько, так сказать, подобные методы вообще годятся. Я, честно говоря, в общем... Это вы про гробы в Южной Корее. Да, про гробы в Южной Корее, я считаю, что это все-таки нереально. В Израиле это точно никто не примет. Но есть способы, и мы будем над этим работать. Вот сейчас мы собираемся создать, кстати говоря, в управлении нашим городском по алие и абсорции, специально для репатриантов. И, конечно, для людей, которые будут обращаться, нет такого, что человек, который прожил больше того определенного срока, когда он считается репатриантом, мы откажем в помощи. И это принято уже давно. Послушайте, если человек, опять же, муж, вот вы говорите, жаловался на послеродовую депрессию, если он говорит, что у меня есть проблемы с женой, и дети жалуются, может быть, уже к нему приставить какого-то человека, который будет проверять? Уже все решено. В течение уже, кстати говоря, в тот день, когда это все произошло и стало известно, в 24 часа занимались работники муниципальной службы психологической, социальные работники, координаторы по абсорбции. 31 человек был. Это разговор о том, что, когда доктор спрашивал, болел ли, болел ли, потел ли пациент перед смертью, когда он говорит, да, это был хороший признак. Нет, это очень важный момент. Это никакой момент. Илья, нет, такие вещи необходимы, это обязательно. Это важно, я к тому хочу сказать, что мы говорим о том, как есть у нас возможности прогнозировать такие вещи. Вы говорите, что нет возможности, тогда не нужно, получается, социальный отдел. Обязательно нужно. Это то, что говорит психиатр. Я говорю, что нужно. А чем вы можете помочь в этом отделе? Вы можете проверять, проверять, а потом придет человек и убьет детей, не дай бог. Во-первых, мы хотим сделать такую вот систему семинаров, может быть, даже какого-то коучинга. Уже на это, так сказать, выделены какие-то... Она была коучером. Женщина была коучером. Вот эта женщина была коучером. Да, привезти на этот семинар людей потенциальных убить. Вот это самое главное. Придут люди послушать, а потенциальные убить останутся дома, да? Придут, это будут семинары с тем, чтобы помочь людям, на самом деле, все-таки как-то справляться с этой ситуацией. Нельзя закрывать глаза на это, что бы там ни было. Гробы мы не будем выставлять. Мы будем помогать теми способами, которые приняты. Конечно, нужны специалисты. В этом смысле это должны быть психологи. И то, что произошло вот сейчас, это действительно, да, помогло. Потому что то, что я видела и я говорила с этим пострадавшим и человеком, находящимся в глубочайшем состоянии горя, все-таки он говорил, он общался, и это, безусловно, произошло. Ему сказали, рассказывай, надо говорить, надо вспоминать. Это был совет психолога. Вот, Илья, из вашей практики были случаи, когда были пациенты, которые к вам приходили и говорили, я хочу свести счеты жизни, и вы сумели их возвращать в нормальное русло жизни? Вот расскажите из вашего опыта. У нас суицидальные мысли достаточно часто бывают, особенно у депрессивных людей. Они очень неохотно ими делятся, крайне неохотно, исключительно скрывают это и скрывают это умело. И, к сожалению, и в моей практике, в практике большинства моих коллег были случаи, где мы не смогли оценить тяжесть заболевания. Иногда мы даже подозревали, что бывают суицидальные мысли, но человека, как вы сказали правильно, если он что-то решил, он это сделает обязательно, да? Поэтому очень тяжело. Я хочу понять, за счет чего вы сумели вернуть людей к жизни? Что вы такого говорили человеку, что он передумывал и не сводил счеты жизни? Если человеку сориентировать правильно, привлечь его внутренние силы, его внутреннюю ответственность, я считаю, что, прежде всего, профилактика самоубийств это привлечь человека к ответственности за свою жизнь, за свой поступок. Он же должен понимать, что будет потом, когда его не будет на этом свете. Кто будет заниматься его эпотечной судой, кто будет заниматься его детьми, кто их будет лечить, учить, растить и так далее. Это, думаете, ему важно, если он думает о самоубийстве? Я думаю, это из тех факторов, которые могут ему вручить ответственность за свою жизнь, за свое поведение, за поведение, за то, какую боль он может причинить окружающим его людям. Я был много лет армейским психиатром. Много молодых людей на разных аспектах районной службы. Кстати, в армии достаточно самоубийств, просто скрывается, об этом не публикует, но это существует. Просто неправда. Есть количество определенных самоубийств. Было такое. Я много лет служил в армии психиатром. Когда-то это была статистика засекречена, сейчас она рассекречена. Почему она рассекречена? Потому что в армии свезли количество самоубийств практически к нулю. За последние 15 лет количество самоубийств пришло ниже, чем в населении. В населении количество самоубийств растет, выросло больше, чем в два раза, а в армии оно снизилось. Значит, это возможно. Это возможно благодаря профессионалам, которые мы хотим привлечь. Мы улучшили армейскую службу. Мы обучили всех командиров, начиная с уровня командиров отделений, быть внимательным к чаяниям солдат. Слушать их внимательно. Увеличили количество психологов в армии, и это все сработало. К чему я хочу сказать? Что профилактика самоубийств, профилактика самоубийств, связанных с убийством детей, это только повышение ответственности населения за свое поведение. Люди должны думать, что будет дальше с ними, с их близкими, какую боль они им причинят. И тогда, может быть, не нужно будет их класть в гроб в качестве профилактической меры. И вот эту профилактическую меру все-таки надо осуществить, чтобы не было подобных историй. Понятно. Господа, у нас закончилось время. Доктор Илья Резник, Марина Концеваль, член Горосовета Иерусалима, большое вам спасибо. Спасибо. Напоследок, закончим хорошей новостью. В конце минувшей недели в Израиль вернулась настоящая по местным меркам зима. Кроме проливных дождей, по всей стране особо радуются израильтяне выпавшему снегу в горных районах. На горе Хермон, на голландских высотах, снега уже достаточно, чтобы покататься на лыжах и почувствовать себя, как на горном курорте где-нибудь в Альпах. Правда, власти страны особо предупреждают, что в районах, где выпал снег, могут частично перекрываться дороги. Так что водителям следует быть особо осторожными. Такой была минувшая неделя в Израиле. Спасибо, что этот час вы провели с нами. Увидимся уже в следующую субботу на телеканале Артевяи. Редактор субтитров А.Семкин